Вопрос времени. Будет ли подписан газовый контракт между Россией и Украиной? Андрей Бабицкий специально для Ukraina.ru за 29 ноября 2019 года. Большинство украинских и российских экспертов сходятся во мнении, что украинский транзит российского газа доживает последние дни. Тем не менее, этот прогноз не кажется стопроцентным, поскольку Украина сегодня является площадкой, на которой действуют множественные взаимоисключающие факторы. И предугадать с точностью набор каких элементов возьмет верх, кажется не очень возможным. Уже сейчас вырисовывается картина, в которой видны две основные противодействующие – руководство «Нафтогаза» и правящая команда. Очевидно, что Владимир Зеленский очень хотел бы договориться как о транзите, так и о поставках топлива для внутреннего потребления. Последние, как неоднократно предлагал Владимир Путин, с существенной скидкой. Это была бы первая реальная экономическая победа главы украинского государства, которая, с одной стороны, позволила бы не останавливать ГТС, а значит не лишаться поступления в бюджет за прокачку газа. С другой – снизить за счет приобретения дешевого газа цены на него для населения. Стоимость топлива сейчас является непосильным временем для подавляющего большинства граждан. Если цифры в зимних платежках за ЖКХ окажутся ниже, чем в прошлом году, это может вернуть президенту, растерявшему 20% в поддержке населения за пару месяцев, часть народной любви. Осторожный Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, не стал предсказывать исход газовых переговоров, но при этом сказал об очень интенсивных контактах. Эта информация указывает на то, что обе стороны в кулуарах пытаются найти какой-то приемлемый для всех вариант. Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по инициативе последнего тоже свидетельствует о том, что банковая понимает всю серьезность положения и старается вывести ситуацию из тупика на самом высоком уровне. Кроме того, в Париже, помимо встречи Нормандской четверки, должны состояться переговоры между президентами Украины и России с глазу на глаз. Проблема газа, несомненно, будет обсуждаться в числе приоритетных, хотя могут быть затронуты и другие аспекты двусторонних отношений. Двум первым лицам проще договориться напрямую, без посредничества Еврокомиссии. Нафтогаз в течение долгого времени играл совсем в другую игру. Казалось, что он делает все возможное, чтобы транзитный контракт никогда не был подписан. Многие полагали, что руководство компании выполняет заказы из Вашингтона. США крайне заинтересованы в наращивании поставок на европейские энергетические рынки своего СПГ, поэтому они мечтают о вытеснении российского газа из Европы за счет остановки украинского транзита. Однако в начале недели Нафтогаз внезапно скорректировал свою позицию и направил Газпрому вполне вменяемые предложения, которые с некоторыми поправками вполне соответствуют условиям, на выполнении которых настаивал российский газовый концерн. Кроме всего прочего, Нафтогаз не будет иметь к подписанию контракта никакого отношения. Субъектом договоренности станет независимый транзитный оператор, в отделении которого из Нафтогаза уже подписан президентский указ. Пока непонятно, кто станет собственниками этой структуры, но на Банковой приложат все усилия, чтобы убрать старых хозяев со сцены вообще. Ну и, наконец, последний фактор, который может оказаться определяющим – это позиция Европы. Она крайне заинтересована в продолжении транзита, поскольку у Газпрома пока не хватает мощностей для прокачки газа в европейские страны по обходным маршрутам. В случае остановки транзита дефицит топлива окажется для некоторых государств катастрофическим. Европа будет сейчас делать все для того, чтобы принудить Украину подписать контракт на любых, даже самых кабальных условиях, хотя предложения Москвы кажутся более чем щедрыми. Европейское влияние на Киев склонны преуменьшать. Считается, что главным поводырем Украины является Америка, но дело в том, что финансовая помощь, оказываемая стране Евросоюзом, несопоставима с американской. С 2015 года ЕС передал Украине 18 миллиардов евро в виде различных кредитов и грантов. Это на порядке больше, чем США. Мне кажется, что все вместе перечисленные факторы говорят скорее о том, что подписание состоится, хотя возможно и несколько позже срока истечения нынешнего контракта. В этом случае по договоренности между президентами газ все равно будет закачиваться и транзитироваться, хотя некоторые правовые проблемы это породит, но их можно легко обойти. Украина является рекордсменом в области нарушения собственного законодательства. Андрей Бобицкий, специально для Украина.ру Вопрос времени. Будет ли подписан газовый контракт между Россией и Украиной?